Добрый день! Это Елена Терехова. Сегодня 5 августа. Латвия, город Рига. И мы за пределом моего маленького огородика. А находимся мы на улице малюсенькой трактору небольшого поселочка. Вот так выглядит наша маленькая улочка в нашем поселочке. Туда дальше, где гаражи кончаются, у нас начинается Кишозеро. Красивое озеро. Всегда можно сходить отдохнуть, посидеть и полюбоваться красотой. Птичками. Кто у нас там? Красивые лебеди есть. Я маленькое видео снимала. Но сегодня разговор о растениях, которые я высадила за пределы своего участка. И какую пользу они приносят. Я вчера вам показывала видео, как я удобряю фасоль зеленым удобрением. Всю эту бочку я вычерпала, этого зеленого удобрения. Она у меня закончилась. Жидкое полила одни растения. Густое выложила под фасоль. Бочка закончилась. Надо опять наполнять новыми растениями. Так как газонные травы у меня есть, у соседей мало, они сами себе там сейчас используют. Пришли тоже, увидели в этом пользу и начали пользоваться. Значит, где можно взять растения? У меня много тут насаждений всяких посажено, которые раньше росли в огороде. Но я их в огороде, в саду. То мне понравились вот такие вот папоротники. Я покупала их, приобретала. Это декоративный папоротник. Это не такой, который в лесу растет. И они у меня, конечно, разрослись. Начали стрелять по всему огороду. И я их высадила вот за пределы своего участка. Тот, кто сажает в огороде у себя или на участке, знайте, что размножается очень быстро, растет агрессивно, занимает площади очень быстро. Так что смотрите, где вы будете сажать такие растения. Но это растение еще очень хорошо приносит пользу для нашего огорода. Я делаю из него тоже зеленые удобрения. Вот сейчас как бы все остальное отошло было у меня, беру в нем, вот как пишут, очень много кремния. Точно так же он хрустящий, режется хорошо. И все это уходит в дело. Вот надо мне, я часть нарезала этого папоротничка, и все. А когда перед осенью, перед заморозками, я тоже убираю эти все растения, срезаю, и оно идет на огород. Когда пройдут морозы, и будет все склизло и плохое, это неудобно и работать. А когда вот такое в таком состоянии, очень приятно. Посыпаю где? Вокруг малины можно. Ну, в общем, где придумайте, какие-то декоративные растения можно. Папоротник еще тем хорош, что вот он такой, что на нем не селится никакая, так сказать, зараза. Не зараза, никакие вредители его не повреждают. Гусеницы его не едят. Мученистый росой он не поражается, так что он очень даже хорошо подходит для нашего сада-огорода. Ну и вот таким образом, значит, я его делаю, заготавливаю и все прочее. Вот здесь сзади можно видеть растение такое. У меня раньше тоже он большой куст был. Роджерси. Кто не видел, конечно, он очень декоративный, красивый. Сейчас я вам один лист вырежу ради интереса. Был огромный лист там, где у меня растут сейчас вишни. На углу он рос. Я показывала видео во всей красе. Вот очень, конечно, декоративный. Если место позволяет, сажайте это растение. Когда делала букеты, например, куда-то идти в гости надо было, собирала букетики из цветов или тут... Хоть любые цветы делаете букет. И вот это вот как подставка, подложка. Оно держится хорошо, не увядает. И для всяких композиций, даже дома цветочки поставить очень. Смотрится хорошо. Выпускает он большой цветонос. Ну, здесь у меня они небольшие. Сейчас этот, наверное, отцвел. Этот такой средненький. Потому что было очень засушливо, сухо. Дождей не было. Здесь, конечно, я не поливаю. То, что достается с небес, то тем эти растения и радуются. Вот тоже все равно его срезать надо. Вот посмотрите. Вот такой выпускает цветонос. Но это еще средних размеров. Все здесь цветет белыми шапками. Всегда очень много пчел. Какие-то жучки прилетают. И вот такую растенница. Рот джерсия. И вот даже этот цветонос белый, когда вот здесь вот в середине ставится, очень красиво смотрится. Оно как облачко такое. Потом для зеленого удобрения. Ну, конечно, я пробежала еще, набрала то, что было здесь по дороге. У нас есть мясопустыри. И набрала немножечко дуванчика. И вот молодой хвощ. Срезали там растения. И молодой хвощ – это, конечно, тоже ценнейший компонент в зеленом удобрении. Поэтому это тоже все пойдет в дело. Ну и, конечно, крапива традиционно. И сныть. Вот сныть тоже еще поднаберу. Значит, что дальше растет? Дальше у меня здесь за пределы огорода еще сибирский рис посажен. Потом много, как-то было модно. Я все гонялась за разными сортами хосты. Хосты тоже предостаточно. Она здесь вообще – это крупнолистная, большая хоста. Растет высокая. Вот такая зелененькая. Потом хоста тоже с декоративными такими белыми листьями. Цветут выпускают фиолетовые цветоносы. И цветут такими цветами. Декоративные хосты – это тоже очень хорошо. Идут в букеты куда-то для составления композиции. Надо побежать кого-то поздравить именины или день рождения. Сделал букетик и не надо тебе бежать в магазин. Это тоже все срезается. Все идет потом осенью на огород. Все это питание. Затем здесь – тут не видно, конечно, но есть такое растение, как живучка. Тоже фиолетовые листики. Выпускается фиолетовый цветонос. Оно тоже агрессор. Оно очень стремительно заполоняет территорию сада-огорода. Здесь – это ландыш. Но ландыш тоже непростой. Это садовый ландыш. Весной тут очень много у меня насажено этих ландышей. Тоже все пришло с сада-огорода. Территория маленькая, огородик маленький. Сначала хочется все посадить, а потом думаешь, куда бы это все пристроить. Раздаешь или даришь. И потом придумала здесь просто за территорией сажать. Затем здесь у меня… А, кстати, вьюн. Вот вьюн он вился здесь тоже. Без корней, без всего. Тоже в ту же бочку, в зеленое удобрение. Все. Это осенью будет свести. Это у нас микелиши они называются. Фиолетовые цветочки такие. Хорошо, очень быстро разрастаются. Вообще, так они, когда в огороде, они намного выше. А здесь вот они такие приземистые получаются. Тоже отлично разрастаются. Вот здесь видно у меня… У нас канава, но были тут работы. Они для дождевой воды дренаж. Они накопали тут такие ямы, что и огород поплыл. И это самое… Зачем это сделали? Все прекрасно и так плыло. Ну и вот посмотрите, чтобы не оплывала эта канава. Вот так я вот здесь этот папоротник и развила, и посадила. Он держит дорогу, а то все и оттуда плыло, и с другой стороны. Ну и вот видно, часть ирисов тоже высадила за пределы участка. И разные такие цветочки. Ну вот, сегодня вот такой обзорчик. Так это все выглядит. Зеленая такая, такой бордюр. Не сажала кусты, потому что они у многих посажены. Они вырастают, их надо стричь, они стареют. А эти растения, они как бы долгоиграющие. Посадили. Папоротник сначала маленький, вот видно. Он, конечно, стреляет, я его убираю. Вот такие малыши настреливают. Я их поубираю, а оставляю самые сильные, большие кусты. Ну и вот они так красиво, декоративно смотрятся. Так что сажайте папоротники, по возможности, за пределами своего участка. Никто их воровать не будет, никому они не нужны. Но единственное, когда у нас лига, 23-24 июня, и надо блестить дубовые венки, и в папоротнике делать букеты цветов, ну тогда приходят, конечно, пощипают немножко мой папоротник. Ну ничего страшного. Вот его пощипали, но все остальное остается, корни остаются, и опять наращивается зеленая масса, которая приносит пользу для моего маленького огородика. Ну вот, на этом сегодня все. До свидания. Всех вам благ и всего самого наилучшего.